Добрый вечер. Хотелось бы рассказать о поездке делегаций парламента Республики Южная Осетия 11 декабря 2023 года в город Москву на круглый стол межфракционного сотрудничества парламентов стран СНГ, также Южной Осетии и Абхазии. В ходе поездки 12 числа прошел круглый стол в Государственной Думе Российской Федерации, где были затронуты вопросы межфракционной работы между политическими партиями, фракциями, которые представлены в парламентах стран СНГ, также Республики Южная Осетия и Абхазской Республики, также Приднестровья. В ходе этого круглого стола нам удалось пообщаться уже и с председателями фракций, которые представлены в Государственной Думе, в частности мы пообщались с Владимиром Васильевым, это председатель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации. Высказались мнения каждых делегаций, которые присутствовали на данном круглом столе. Конечно же Южная Осетия тоже представила свое видение межфракционного сотрудничества на данном мероприятии. Была отмечена роль взаимодействия парламентских фракций, это в плане работы законотворческой, чтобы перенимать опыт у наших российских коллег, которые уже долгое время находятся в Государственной Думе и имеют большой опыт законотворческой деятельности. И так как сегодня Южная Осетия целью ставит, чтобы гармонизировать наши законодательства Республики Южной Осетии и Российской Федерации, мы именно говорили о тех законопроектах, которые нам надо подводить под законодательные акты Российской Федерации, чтобы максимально приблизить законодательства Южной Осетии и Республики Южной Осетии и законодательства Российской Федерации. Это то, что касается парламентской работы. В нашей фракции тоже было обозначено желание работать с фракцией «Единая Россия», так как у нас существует соглашение между партией «Единая сеть» и партией «Единая Россия» в Государственной Думе. Так что по этим темам и прошел этот круглый стол. После круглого стола у нас была отдельная встреча с заместителем председателя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Исаевым, где тоже были затронуты все те моменты, которые мы и представляли на круглом столе. В частности, в нашей делегации на этой встрече присутствовал еще член нашей фракции, депутат парламента и председатель комитета по бюджету и налогам Терева Елена Хсаровна. Нами был поднят вопрос именно гармонизации законодательства Южной Осетии и Российской Федерации в плане участников СВУ. То, что касается участников СВУ, было отмечено, что по численности населения очень много граждан Республики Южная Осетия. Сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине. И мы бы тоже хотели, что те законодательные инициативы, которые принимаются в Государственной Думе, в частности, большинство из этих законодательных инициатив иницируется партией «Единая Россия». И мы бы хотели более плотно работать в фракции «Единая Россия» в Государственной Думе именно по тем вопросам, которые касаются участников СВУ. Это и какие-то льготные преференции для данных граждан, это и, конечно же, реабилитация после завершения специальной военной операции. Это и все льготы, и социальная поддержка, которая прописана в законодательствах Российской Федерации. Мы бы хотели, чтобы и у нас в республике все эти нормы для участников СВУ тоже были законодательно закреплены. Мы договорились с фракцией «Единая Россия», что постоянно будем на контакте. Контактное лицо тоже было обозначено. Это тоже депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Туров Артем Викторович. После этого круглого столобожной встречи с фракцией «Единая Россия». Мы уже, конечно, со своей линией будем связываться с представителями фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. И совместной работой будем уже как-то подводить наши законы, чтобы в них учитывались и интересы, и соцзащита, и права наших участников специальной военной операции. В этом направлении мы будем дальше, конечно же, работать как парламентская фракция, которая имеет наибольшее количество голосов сегодня у нас в парламенте Республики Южной Осетии. Конечно же, в стенах Государственной Думы были еще ряд встреч, в частности, нашей фракции, где нами были подняты те вопросы, которые сегодня тревожат наше население. Это мы все знаем, это таможенное пересечение, это и 7% налог на вывоз товаров из Российской Федерации. Я уверен, что наши предложения были учтены, услышаны. Со своей стороны наши российские коллеги заверили нас, что будут работать по данным проблемам. И, наверное, мы совместно тоже будем проводить эту работу, чтобы устранять те проблемные моменты, которые на сегодняшний день существуют у нас. На таможенном переходе в денежный заранах также будем работать и по снятию 7% вывозной пошлины. И, конечно же, мы вплотнуюсь с нашими коллегами будем работать, чтобы те наценки, которые у нас существуют на горючие смазочные материалы, в частности, на бензин, который сегодня, можно сказать, подешевел на 3 рубля, но вместе с тем остается на 7 рублей выше, чем в Российской Федерации. Мы помним, что раньше у нас бензин стоил порядка 2-3 рублей ниже, чем в той же Северной Осетии, из-за того, что вывозную пошлину у нас не брали на определенную квоту завоза нефтепродуктов. Я думаю, что данная поездка и вот эти встречи нашей фракции в Государственной Думе принесут пользу населению Нужной Осетии, потому что фракции были подняты все проблемные моменты, с которыми сталкиваются наши населения. Это и дороговизна продуктов питания и продуктов первой необходимости. Было подчеркнуто, что у нас цены на сегодняшний день сопоставлены с Москвой на продукты питания, а, конечно же, заработные платы намного отстают от московского региона и, в частности, города Москвы. Я уверен, что наши коллеги, с которыми мы встречались, они полностью понимают тревогу и какую-то озабоченность и возмущенность наших граждан. Я уверен, что над этим наша фракция будет работать с фракцией «Единая Россия», которая тоже представлена в Государственной Думе большинством, конституционным большинством. И я уверен, что данные проблемные вопросы задвинутся с мертвой точки и какой-то выход нашей совместной работы будет в положительную сторону. В дальнейших планах у нашей фракции «Единая Республиканская Политическая Партия», «Единая Осетия», конечно же, уже связаться и уже вплотную, напрямую разрабатывать те инициативы, которые мы высказали в Государственной Думе Российской Федерации. Это и по гармонизации нашего законодательства, и по решению тех проблем, которые сегодня есть у населения и народа Южной Осетии. И, конечно, в меру своих возможностей мы будем приезжать и в Государственную Думу, чтобы консультироваться, чтобы перенимать опыт, так как у Государственной Думы это уже все прописано, и нам было бы очень полезно перенять у них опыт работы и гармонизировать наше законодательство в плане участников СССР и всех тех проблемных вопросов, которые сегодня существуют у нас в парламенте и в Республике в целом.